Здравствуй, Ютуб! Леонид Павлович Сабанеев. Справочная книга оружейных охотников. Кухня на охоте. Хорошее питание на охоте имеет гораздо больше значения, чем обыкновенно думают молодые, неопытные охотники. И на сухомятке недолго нажить непривычному желудку городского охотника упорный катар. Поэтому, если позволяют средства, хорошая пища на охоте даже необходима. И без нее, как справедливо замечает господин Ген, у которого заимствуется описание охотничьей кухни, не может быть полного наслаждения охотой. Понятное дело, чем продолжительнее будет охота, тем более она требует припасов и различных принадлежностей и комфорта. Для однодневной охоты, то есть, когда охотник возвращается к вечеру домой, можно ограничиться холодной закуской. И совершенно достаточно взять с собой походный котелок для разогревания пищи. Двух-трехдневная охота требует уже погребца или ранца со столовым прибором, различными припасами, отъезжая в поле на неделю и более, палатки, походного ледника и других удобств. Самый лучший котелок для недолговременной охоты солдатский, нового образца, конструированный фельдфебелем Семеновского полка, чачиным. Величина котелка 4,5-5 вершков вышины и 3 вершка в диаметре. Как видно из рисунка, двойная крышка с краном, посредством пружины прижимается вплотную к отверстия котелка. Если закрыть кран, то котелок закрыт герметически. Котелок и крышка красной меди, лужёная. Емкостью уравняется 8 стаканам. Вода в нем закипит на большом огне в 4, а на слабом 7 минут. Это обстоятельство, в связи с портативностью и герметичностью, делают котелок чачина незаменимым для охотника. Обыкновенно его берут с собой на охоту уже наполненным каким-нибудь густым супом с мясом, который затем разогревают. Если охотник не имеет возможности взять с собой уже приготовленную пищу, то достав необходимую провизию, все мелко крошит и кладет в котелок. На привале вливают в котелок необходимое количество воды и вешают на огонь задушку. Кран при этом открывается, чтобы не разрывало паром. Когда вода закипит, кран закрывают и поддерживают над огнем одну-полторы минуты, снимают котелок и кладут в водочный чехол, где пища доходит в течение 20-25 минут. Лучше варить пищу на медленном огне, так как на большом мясо делается жестким. Котелок этот весьма удобен для варки чая, причем его предварительно моют золою и несколько раз ополаскивают. Налив затем котелок свежей водой, кипятят в сыпах двух чайных ложек чая, дают немного настояться и наливают чай в стакан, придерживая крышкой котелка чайные листья. Стакан удобный для этого. Это складной, в котором одна часть вкладывается в другую. Нижняя часть такого стакана в разборке его заменяют рюмку. Ложку можно сделать из любой березовой или ольховой ветки. Чай и сахар берут с собой в бумажках. Хлеб, соль и ложки кладут тоже в игдаш. Полевая кухня является уже более затейливой. Здесь требуется человек для ношения ранца, содержащего припасы и посуду, а равно и палатка для ночлега. Этим сохраняется время, употребляемое совершенно напрасно на переход до места охоты и обратно. Сохраняются и силы охотника. Вся провизия посуды укладывается в ранец, который надо заказать шворнику. Ранец делается из крашеного брезента, а внутри обделывается кожей. Стенки должны быть твердые, задняя стенка откидная и застегиваются на ремнях равные крышка. Ранец носят на ремнях. Размеры ранца следующие. Длина 14 вершков, ширина 7 вершков, а вышина 8 вершков. Вообще лучше сначала приобрести необходимую посуду, а затем уже и ранец для помещения ее. Посуду нужно заказать миднику из тонкой меди, влуженную внутри, а именно два медных влуженных внутри с плоскими днами ктелка, входящих один с другой. На уровне диаметром 5,5 дюймов, вышина 10 дюймов, с хорошо закрывающимися крышками и ушками, в которые вставляются железные съемные дужки. Одна сковорода, железная или медная, луженая, круглая, диаметром около 10 дюймов, с отъемной ручкой, 4 жестяные небольшие тарелки, два мелких и два глубоких. Чайница кубообразная, закрывающаяся, сторона куба 3,5 дюйма, медная, луженая, сахарница такая же, сторона 4,5 дюйма, два стакана жестяных, с крошечными ручками, раздвижными, на шарнирах. Медный ящик, закрывающийся как сундук, длиною 10 дюймов, шириной 7, вышиною 2,5 дюйма, для укладки разных мелочей. Две ложки, два ножа, столов, две вилки, три небольших медных луженых ящичка, кубообразных, закрывающихся крышками. Сторона куба, для перцев, два дюйма, для соли и масла, по три дюйма. Две стеклянки из-под духов для прованского масла и уксуса, уксусные эссенции. Одна баночка из-под липховского бульона для горчицы. Все эти предметы удерживаются в своих местах ремнями, по стенкам ранца и верхней крышки. Крупа разных сортов, мука, лук, макароны и прочие припасы укладываются следующим образом. Во внутренний котелок кладется говядина, солонина и вообще мясо, которое берут с собой. Затем чай, сахар, соль, перец, прованское масло, уксус, коровье масло кладутся в свои специальные хранилища. В медный ящичек кладется в небольшие мешочках мука, рис, перлова крупа, макароны и овсяная крупа. На самое дно ранца в соломенных колпаках помещаются бутылки с водкой, квасом и вином. На них кладется хлеб, разная зелень, лук, корень, огурцы, закуски и прочее. Затем папиросы, спички, полотенца, салфетки и другие мелкие предметы сверху. Необходимо, кроме того, захватывать баночку лебеховского бульона и шпеку. Снаряженный таким образом ранец надевается на мужика, посылаемого на место привала для зубоговременного приготовления пищи. Вместо заказного ранца можно ограничиться известными сундуками и корзинами, погребцами, которые, однако, менее удобны и менее портативны. Иногда приходится охотнику отправляться в поле на несколько дней и при том в местность глухую, где нет близко деревни для остановки или же охотясь, приходится переезжать с места на место. В таких случаях нужно запасаться всем необходимым. Самое удобное, если охотник имеет свою собственную телегу, в которую можно все уложить. Кроме телеги, надо запастись палаткой. Лучшую господин Ген считает палатку Тент Абри из хорошего английского полотна. Хороша также палатка, делаемая в кепке Петербург, Волстовский переулок, дом 4 и называемая Пашковской. Стоит такая палатка 25 рублей и вполне предохраняет от прорывного дождя и ветра. Если положить внутрь побольше сена и сеном обложить стенки снаружи, в такой палатке можно удобно поместить двух-четырех человек с собаками. Кто не обзавелся ранцем с кухней, тому надо брать с собой все в отъезжие поле от следующей вещи. Котелок самый удобный или медный, луженый, с крышкой и висячую дужку, или чугунный, малюрованный внутри с ручками, которым приделывается проволочная душка. Чайник медный из белого железа, две сковородки с ручками, жестяные тарелки, деревянные ложки, ножи и вилки и прочие принадлежности, упоминаемые в описании полевой кухни. Походный ледник, могущий в то же время служить и хранилищем горячей пищи осенью или весною, а равно и на облавах, делается он так. Заказывается сундук из дюймовых досок в форме куба. Меруя внутри полоршина сторона, крышка на петлях, ящик внутри обивается войлоком в несколько рядов, равный дном, а затем в него вставляется другой ящик, белого железа или медный, с плотной крышкой, тоже в форме куба, со сторонами в пять вершков. Ящик этот должен плотно входить в деревянный, сверху же на жестяной ящик накладывается подушка из войлока толщиной в вершок. Лед надо класть по возможности большим куском и ежедневно утром и вечером сливать оборуживающуюся оттайния воду и самый ледник ставить в тень. При таких условиях лед сохраняется 3-4 дня. Этот же ледник может иметь и другое назначение, именно служить хранилищем горящей пищи, которая в таких случаях кладется вместо льда, например при облавах. В оружейных магазинах можно найти ледник, подходящий к описанию. И кто не хочет возиться с заказом, может купить готовый. Кухня на охоте. Справочная книга ружейных охотников. Леонид Павлович Сабланеев. Спасибо.